мы продолжаем изучать тору секундочку вот смотрите все книги по которым мы учимся это и вот такая еще есть одна значит и сегодня у нас сегодня у нас 27 апреля и поэтому мы изучаем глава уже началась к душим к душим святы будьте и значит притчи притчи 27 глава притчи царя самона 27 глава я вам очень советую рекомендую заказать книжку у нас на сайте чтобы у вас была книга мишли что у вас два книга мишли потому что нужно тарая надо учить то есть тот учит и не повторяет похож на того кто сеет и не собирает урожай сегодняшний урок у нас для возвращения души людмила бат надежда и антонио бен юлия чтобы их души поднялись в духовных мирах на следующий уровень за счет заслуги этого урока и за счет того что сейчас уже около мы сейчас все потянутся обычно нас народе опаздывающих много да кто опаздывает будем буду сегодня строго на них ругаться шучу и у нас больше ста человек когда учат ору для того чтобы приблизиться ко всевышнему создают такой прям свет в этом мире божественный свет то вот для тех значит родственников которые родственники значит людмила бат надежда и антония бен юля для них этот свет час там пойдет и они поднимутся на следующий уровень в своем духовном духовном поднятии хорошо значит глава души значит некоторые недели читают две сдвоенные главы потому что когда в празднике читают главы связанные с праздниками а когда мы находимся не праздниках иногда чтобы догнать читают по 2 главы в неделю и здесь значит глава к душим она начинается так и сказал бог моши скажи всей общине сынов бне истраэль сынов израиля и скажи им в душим тию будьте святы ки кадош они а шем и лок и хэм что потому что свят я бог всесильный ваш слово слово будьте святы да что значит будьте святы что значит святой вообще что значит святой значит да кадош вот это слово кадош это возвышенные выделены до из будничного из обычного из материального то есть всевышний он понятно он отделен от этого мира святые ангелы к душим да и а как человек может быть кадош когда он выбирает то что вчера у нас был урок между козлом для бога до жертвоприношения для бога и козлом для зазеля жертвоприношения для сатана для и когда он выбирает идти в сторону бога они против бога в этот момент он становится кадош святой и когда мы перед выполнением любой заповеди говорим о шерти душану бы митсвата в которой осветил нас своими заповедями и повелел нам и значит говорим что он нам повелел и делаем вот в этот момент становишься святой и как раз это отдельная заповедь будьте святы дальше идет объяснение что значит это да например ишь ему вови втирау человек маму и папу бойтесь то есть момент когда человек воздерживается от спора с папой или с мамой бояться это значит воздерживаться от спора значит момент когда он говорит я не буду спорить почему надо почитать папа мама то есть это это меня родили они жизнь прожили все равно даже не папе маме никому ничего доказать невозможно в этом мире да то есть люди каждый на своей волне чего буду спорить значит я сейчас лучше выполню заповедь значит человек маму и папу бойтесь отлично выполнил заповедь промолчал стал святой вэч аптатайте шмыру суббота мои соблюдайте суббота приближается суббота ты говоришь так есть заповедь соблюдать субботу а еще я буду соблюдать субботу и поднимусь на следующую ступень святости каждую субботу я поднимаюсь на следующий ступень святости интересно что суббота она работает как миква миква вот я вам очень рекомендую советую при любой возможности окунайтесь в природные источники родники реки озера моря миква которая собирает эту воду дождевую или или миква это родниковая вода значит это полностью чека обнуляет снимает с него все духовные какие-то внешние влияния на духовном уровне и он становится как новый когда человек принимает например иудаизм становится евреем то он тоже окунается в микву и в этот момент когда он выходит из миквы ему прикрепляется новая дополнительная душа и у него бах он стал новым человеком то есть он как бы вообще перерождение такого него происходит он как заново родился очень интересно и значит нет не поклоняйтесь никаким идолам то есть вообще никаким идолам например человек говорит так да вот что в наше время является идолом верит например человек что во что сейчас люди верят как выдолом да ну ну например чек верит в государство вот он верит государству да прям все государство и там меня спасет теперь в я помню недавно разговаривал с одним своим родственником и он говорит вот раньше мы были уверены в завтрашнем не когда был советский союз он уже такой пожилой родственник а я могу ли что что вам эта вера дала что он такой вспоминает что мы были уверены все было спокойно или так вас же обманули нет уже этого государства он такой да действительно то есть все во что человек верит кроме бога она иллюзия в этом мире есть только одна сила всевышний а все остальное это его инструменты весь этот мир этого инструмента момент когда ты это осознаешь и отказываешься верить другие силы святой значит дальше тут есть интересные еще моменты вот значит нельзя ложную клятву нельзя например вот смотрите какие в какие моменты человек становится святым не удерживая то что причитается твоему ближнему и не грабь его плату дневного работника не задерживает до утра то есть есть заповедь рассчитаться с человеком который сделал для вас работу сразу же вас таксист подвез вы ему деньги заплатили один человек просто заплатил а другой выполнил заповедь две стал святым первая заповедь это заплатить сразу вторая заповедь это не задерживать плату все каждый раз когда ты выполняешь заповедь ты становишься святой значит известная такая фраза не проклинай глухого и перед слепым не делай препятствия и бойся бога всесильного твоего я бог значит здесь очень четко все сказано локи калель хареш не проклинает глухого кто глухой вот я сейчас скажу вот это такой то этот всякой то карл маркс плохой то есть если буду его проклинать даже он может быть плохой но какой в этом смысл то я в данный момент проклинаю глухого он ответить не может может если в карл маркс здесь был он мне сказал лиц как у меня были лучшие побуждения я хотел освободить угнетенных я хотел освободить там людей ты не представляешь как мое время угнетали негров угнетали рабочих угнетали детей угнетали как они работали там на этих фабриках дети малые вообще их там ничем не платили говорит я хотел как лучше то что получилось я не виноват но не проклинай глухого это нельзя ни о ком говорить плохо потому что когда ты говоришь о ком то плохо а он не может тебе ответить это это неправильно перед слепым не делай препятствия то есть слепой это человек который не знает а ты перед ним делаешь какие-то препятствия тоже нельзя и бойся бога всесильного твоего я бог то есть если ты думаешь что какое-то действие останется в тайне она в тайне не останется потому что когда ты делаешь любое действие на востоке это называют карма мы называем что рука пишет глаз видит рука пишет все твои действия книгу записано это впервые вот есть да чтобы знать что ничего не проходит бесследно и любое твое действие даже ты думаешь что никто не видит значит бойся богом всесильного твоего я бог я бог я везде то есть те законы духовные которые я установил их нельзя обойти они они существуют где бы ты ни был чтобы ты не делал но тасу а вэль бамешпад не делайте не твори неправды в суде да не искривляя суд и тут очень интересная такая написана вещь лоти сапны и даль не не значит в суде не оправдывай обездоленного дали то обездоленные до которые бедный там несчастный судям мог бы сказать он бед такой же бедный такой несчастный я сейчас чуть-чуть там искривлю пускает этому заплатит там его бедного сбил кто-то на бентли но он его сбил потому что этот бедный он не он на красный свет переходил дорогу значит судья говорит слушай этот на бентли ну чё у него у будет что ли а этот бедный переходила на красную дорогу он спрашивает бедного судья а может там желтый был бедный говорит то не красный говорит а вот если подумать красный же похож на желтые тут говорит ну можете желтые судья говорит все на желтые вот пожалуйста на желтый он переходил свидетель нам говорит вы что значит слышали что на желтый переходил? Слышали. Он не спрашивает, вы видели? Он говорит, слышали, слышали. Запишите, переходил на желтый. Все, хозяину Бентли говорит, давай, заплати ему, пожалуйста, за лечение и еще 10 тысяч долларов ему дай. Судья такой выходит, вот я доброе дело сделал, вот я молодец, я какой праведный судья. А мы читаем глава к души, написано, значит, не делая искривление в суде, как бы не подсуживая бедному, влё теадер пнеэгадоль, и не теадер, это как такой почет, уважение человека великого знающего. Бецедок тишпот амитеха, по справедливости суди свой народ. Значит, что значит не относиться с уважением к великому? Та же самая ситуация, значит, сбил его какой-то там, я не знаю, поэт, прозаик, значит, который там, Самуил Маршак, он сбил. Судья думает, блин, так неудобно, сейчас у тебя его засужу, а что люди скажут, что дети скажут, вот, что Самуил Маршак сбил, значит, какого-то бедного? Я так сделаю, значит, скажу, что он его не сбивал, но заплатить должен. Тоже нельзя. То есть, никаких, и тоже судья может думать, ну, я же как бы не позорю его, вот написано, нельзя позорить, вот я его, наоборот, спас от позора, а нельзя. Есть справедливый суд, и это, я вам скажу, что это важнейшее условие существования общества. Как только в обществе искривляется суд, как только в стране начинается, судят там, этот родственник, этот знакомый, этот из нашей партии, этот не из нашей партии, это такое, это такое, все, эта страна близко к исчезновению. Всевышний восстанавливает справедливость, и есть семь заповедей для потомков Ноя, для всего человечества, семь законов для потомков Ноя, и Бог ему сказал, первый закон, первый же закон ему сказал, справедливый суд, повелевающая заповедь, твори справедливый суд. Лот элеграхиль бэмэха, не будь сплетником в своем народе, не будь сплетником в своем народе, и не стой на крови ближнего своего, я Бог. Я сейчас прям, надеюсь, что не нарушил, потому что тут есть нюансы, на вот этой вот заповеди построены все книги Хафецхайма про злоязычие, про сплетни, там целое огромное количество, целый массив запретов строится на сплетнях и на злоязычие. Я сейчас домой пришел, там узнал одну новость про знакомого нашего, что у него неприятности. И я пришел и рассказал эту новость жене, например, но может быть это как раз не надо было рассказывать, да? Может быть вот тут это как сплетня. Зачем я рассказываю? Надо было рассказать что-то позитивное, хорошее там, а я рассказал сразу неприятное. Почему? У человека есть свойство в мозге обращать внимание на негатив. Мозг человека, он управляется изначально инстинктами, и главный инстинкт это выживание. Для выживания человек должен знать точно, где опасность, чтобы туда не идти. Поэтому мозг человека на автомате, когда ты его отпускаешь, он начинает в окружающем мире искать вот эти вот ложки дегтя, которые портят бочку меда. И человек фокусирует внимание, вот если он просто отпускает ум, сразу же всплывает какая-то проблема. Ты открываешь какие-то новости, одни проблемы. Почему? Мозг так устроит, что он запоминает проблемы. Теперь к чему это приводит? Это приводит к тому, что человеку вся его жизнь кажется одной большой проблемой. И это запрещено, это неправда. Проблема это ложки дегтя в бочке меда. Но мы видим только деготь. Ну, большинство людей, которые осознанно не работают над тем, чтобы фокусироваться и фиксировать с помощью благодарности те моменты позитивные, которые есть. И когда ты их фиксируешь, повторяешь, акцентируешь на них внимание, благодаришь Всевышнего, то в этот момент ты восстанавливаешь справедливость, можно сказать, потому что таких моментов намного больше. Человек живет там 80 лет, большую часть времени у него нет проблем. То есть проблемы есть, или он их ожидает, из-за того, что мозг его заполнен уже дегтем, или он их вспоминает, потому что он запомнил именно вот эти негативные моменты. Но все остальное время человек живет, он утром проснулся, у него целый день он живет, кушает, лежит, стоит, ходит. Где здесь проблемы? Нет проблем. Хорошо, значит, не ходи с плетником в народе твоем и не стой на крови ближнего твоего, я Бог. То есть, все понятно. Лотисне, вот, это очень важно. Лотисна, это ахиха болевавеха. Не ненавидь брата твоего в сердце твоем. Охех, увещевай, значит, сынов народа твоего, вэлотисалавхет, и не будешь нести за них грех. То есть, здесь нам дается такое разделение, да? Вот человек может быть кем-то недоволен, и вот он в сердце своем, он недоволен и недоволен, тот уже умер давно, а этот все на него недоволен, он все в сердце своем носит, носит это недовольство. Значит, это же ужасно. Человек, который носит недовольство, он, как бы, закрывает себя от благодарности Всевышнему, от радости, от того, для чего Всевышний создал этот мир. Бог ему сказал, не ненавидь, а что делать? Другой скажет, ну все, я обычно, значит, это так, мир это Всевышнего, все, что делает Всевышний, все добро, все к лучшему. Значит, если этот, там, например, он сейчас кого-то убил или съел, или там еще что-то, ну, на то воля Бога, что делать? Как были вот эти вот католические, католические все папа римские, там, католические эти, церкви, Ватикан, они спасали нацистов, которые убивали детей, они проявляли милосердие, после войны они их спасали через Италию, они их отправляли в Аргентину, спасли тысячи, тысячи убийц, таких, знаете, просто, и эти убийцы не раскаялись, они не, это милосердие, чего, ну, убили они тысячу детей, ну, пытал этот Менделе, там, детей просто вырезал глаза им, живым детям, ну, ну, мы же милосердны, чего там, пускай этот Менделе, значит, живет себе спокойненько, да, нет, так делать нельзя, это обман, значит, это, за это тоже есть наказание, поэтому сказал, сказал Всевышний, ненавидеть нельзя, а увещевать, и говорить, что ты сделал зло, это обязанность, значит, не мсти, и не, и не держи зла, не мсти, и не держи зла, на сынов народа твоего, возлюби ближнего, как себя, я Бог, здесь речь идет о, о намерении, то есть, здесь не может человек из доброты простить преступника, такого нет, есть законы, и эти законы, они, это математика, да, это вот должно быть вот так, по закону, теперь, отношения, мстить, быть злопамятным, любить, не любить, это эмоциональная сфера человека, и это все здесь идет, видите, в главе «Будьте святы», то есть, если человек хочет быть святым, и он хочет быть как Всевышний, тогда он не мстит, он не злопамятный, но при этом он должен увещевать и делать справедливый суд, то есть, одно другое не отменяет, нельзя сказать, что человек украл, например, и я не буду мстить, хотя вот я сейчас вспоминаю историю, одну рассказывают про Хафетсхайма, которые, которые, когда у него на вокзале вор украл кошелек, и убежал, и Хафетсхайм бежал за ним и кричал, ты не украл кошелек, я тебе его подарил, кричал он, то есть, он был праведник, он не хотел, чтобы в мире появился еще один преступник, и он в момент, когда вор взял его кошелек, он ему сказал, я тебе подарил, это твой кошелек теперь, то есть, он хотел, ну, Хафетсхайм знал, что он делает, то есть, он в этот момент, возможно, он этого человека спас, может быть, он этого человека, как исправил даже этим, да, может быть, он, не знаю, какие у него были соображения, но, вот, рассказывает про него такую историю, хорошо, друзья, все, я вам советую дочитать главу, будьте святы, тут много еще, в этой главе, знаете, сколько заповедей, 51 заповедь в этой главе, 51 заповедь в этой главе, значит, это самая, наверное, большая заповедь по главам в Торе, самая большая глава по количеству заповедей в Торе, поэтому, очень вам советую прочитать главу, к душим Тию, будьте святы, значит, а мы сейчас 27 число, глава 27 в притчах, притча царя Соломона, 27 глава, мы читаем начало сейчас главы, и на Ваикре есть, вы можете заказать себе книгу на русском языке, мы отпечатали 3000 книг, они находятся сейчас в основном в Харькове, да, есть 500 книг в Вене, и если вы хотите эту книгу в бумаге, в важном виде себе купить, притчи царя Соломона с моим комментарием, то вы можете заказать их через сайт, или же в Вене получить, позвоните, Якова Шатадин, он скажет, где можно в Вене их купить, или мы можем вам выслать, там, 10, 20, 30 книг, все деньги от продажи этих книг, идут на благотворительность, на распространение Торы, поэтому вы, эти деньги, это ваша цдака, это ваше посвящение Всевышнему, да, то есть это, не просто вы книгу купили, а все деньги от продажи книг, от, все ваши деньги идут на цдаку, поэтому очень вам советую на эту тему подумать. Значит, начинается 27 глава, очень практичным советом, прям реально, я Мишли, почему очень люблю, здесь царь Соломон дает прям мудрость, как вот эта вот высшая мудрость Торы, она, ее использовать в жизненных ситуациях. 27 отрывок, не хвастайся завтрашним днем, ты не знаешь, что родить тебе день, то есть просто царь Соломон говорит, вообще не хвастайся завтрашним днем, то есть никто из нас не знает, что будет завтра. Теперь, почему это двойная глупость, хвастаться завтрашним днем? Это даже не двойная, это огромная, огромная глупость. Вот смотрите, у человека есть ожидание, что что-то должно произойти в завтрашнем дне. Теперь, если он хвастается, что это произойдет перед людьми, люди могут ему позавидовать, они же не учили глава, будьте святы, они не святы, и они могут позавидовать, Теперь они могут не просто позавидовать, могут даже страдать. Почему одним все, а другим ничего? И в этот момент эти люди просто рубят своим страданием и своим злым взглядом, рубят завтрашний день того, кто перед ними хвастается. Не хвастайся, пока не получил, зачем тебе рассказывать? Второе. Есть такое правило. Лифтный шевергаон. Перед крушением вознесения. Теперь, если это реальное вознесение, хотя бы ладно, но если ты возносишься просто в своей фантазии и об этом рассказываешь, то смысл в этом вознесении. Поэтому не прославляй, не хвастайся завтрашним днем, потому что не знаешь ты, что родить день. Мы не знаем, что будет завтра, никто не знает. Дальше идет совет тем, кто что-то продает, занимается рекламой. Говорит царь Соломон. И алельха зар в лопиха. Пусть тебя прославляет чужой, а не твой род. Но хри валь сфатейха. Человек чужой и не твои уста. Когда вы продаете свой какой-то товар, например, или вы про себя говорите, да, заходит человек. И говорит, здрасте я. И начинает хвастаться, хвастаться, хвастаться. Прославляет себя. Первое, значит, царь Соломон ему говорит, пусть не ты себя прославляешь, а другие про тебя хорошо скажут. Это намного более ценно, чем ты себя... То есть, во-первых, мало доверия. Во-вторых, это одно, это некрасиво. Пусть тебя прославляют другие, а не ты сам. Дальше есть еще один отрывок, я хотел сегодня прочитать. Вот, это очень такой практичный совет тоже, седьмой. Седьмой отрывок, в 27 главе. Значит, говорит царь Соломон. Значит, душа сытая, она пренебрегает даже сотами, медом в сотах. В то время мед в сотах, это было самое вкусное лакомство королей и царей. Но тот, кто все время это кушает, он насытился этим. Он уже, он говорит, опять мед в сотах, не хочу. Вообще, уже надоел этот мед в сотах мне. Теперь, но нефиш рейва, душа голодная, коль марматок. Но если человек голодный, то даже самое горькое для него сладкое. Человек не кушал три дня. Ему говорят, у нас ничего нету, вот там три корочки хлеба и стакан водички. Он говорит, это вообще-то моя мечта. Я три дня не ел и не пил, дайте мне, пожалуйста. И он берет эту корочку хлеба, это для него райский вкус. Даже горькое для него сладкое. Теперь отсюда следует очень много выводов. Потому что человек, который изнеженный, человек, который много внимания уделяет удовольствиям, удовольствием для него становится даже самое большое удовольствие, пустым, оно для него уже не удовольствие, ему нужно все время дозу увеличивать. То есть, если человек хочет реально почувствовать сладость жизни, то нужно идти в противоположном направлении. В сторону астетизма, в сторону воздержания, в сторону перерывов. И тогда даже горькое становится сладким. То есть, уровень удовольствия, он тогда возрастает. Если ты умеешь вести воздержанный образ жизни, и ты позволяешь себе удовольствие, например, в шаббат, в празднике. То есть, это тогда удовольствие-удовольствие. Если ты все время в удовольствии, то для тебя удовольствие перестает быть удовольствием. Очень практичные советы. Хорошо, дорогие друзья. Всем прекрасного дня. Всем прекрасного дня. Значит, чтобы мы изучали Тору, и чтобы мы выполняли советы Тора. Вот Максим молодец, сразу выглядел, он сразу сделал основное. Сделайте, пожалуйста, выводы свои. Напишите свои инсайты, закрепите то, что вам сегодня пришло, то, что вы поняли, то, что вы осознали. И чтобы Всевышний в заслугу этого выполнил все ваши молитвы. И тот, кто молится за ближнего, ему отвечают в первую очередь. Благословляющий других будет благословлен. Поэтому это все-таки законы, как надо жить. Благословляйте других, чтобы им было все хорошо. И будете благословлены. Значит, учите Тору, выполняйте заповеди Всевышнего. И Всевышний выполнит ваши к нему тоже просьбы. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Счастливо. Завтра встречаемся с Божьей помощью. И я вам очень советую, закажите книгу себе в Айкра. То есть, можно сейчас получить эту книгу в любой город мира. Можно получить эту книгу на русском языке. Можно эту книгу раздать друзьям, знакомым. Подарить на подарке. Очень хорошее, красивое издание. И прекрасный подарок. Самому изучать и другие пусть тоже изучают. Книгу в Украине на сайте у нас в Айкра. Вот зайдите в Айкра.com. И там есть заказать книгу. Вы можете заказать книгу. И, значит, чтобы внук Аси Ябков выздоровел. Чтобы было ему рифа Ашлема. Полное выздоровление. И все, что было у него хорошо. Все, счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok